Здравствуйте! Это программа «День с толком». Меня зовут Елена Макаренко. И сегодня мы подведем итоги уходящей недели. Начнем выпуск с наиболее заметных происшествий уходящей недели. На этот раз они связаны с массовыми поисками пропавших в горах Алтая. Так, 17 августа велась операция по поиску 19-летних юношей и девушки, которые заблудились в Куриинском районе на горе Синюха. Только спустя 4 дня молодым туристам улыбнулась удача, им удалось выйти на связь. У девушки сохранился заряд на телефоне, и она смогла дозвониться. Тогда оперативники установили их местонахождение. Правда, из-за неблагоприятных условий эвакуировать пару сразу не получилось. Заблудившиеся находились в скалистой местности, окруженной лесом, примерно в 8 часах ходьбы от ближайшего населенного пункта. Молодым людям при помощи квадрокоптера доставили одежду и продукты, чтобы они могли пережить в горах еще одну ночь. А уже на утро следующего дня началась спасательная операция. Ребят благополучно эвакуировали. В тот же день нашлась и другая пара, потерявшаяся в горах. Это молодые ученые, 17-летняя девушка и 35-летний мужчина из Санкт-Петербурга, которые прибыли в Чемальский район для сбора клещей в целях исследования. Они перестали выходить на связь 17 августа, и в тот же день начались их поиски. Отметим, по данным МЧС, пара не регистрировалась как экспедиция, точки выхода на связь не согласовывала, маршрут движения известен не был. 21 августа девушка, считавшаяся пропавшей, вышла на связь. Она сообщила, местонахождение им оказалось одной из урочищ Чемальского района. Жизни и здоровью молодых людей ничего не угрожает. На неделе в Барнауле на мужчину упал строительный кран. ЧП произошло на проспекте Красноармейском, 61, где сейчас идут строительные работы. Очевидцы сообщают, что пострадавший отделался переломом ноги. Скорую вызвали. Смотрю, нога у него была забинтованная. Вроде поставили. Но то, что живой, точно. Слава богу, все пошлось. Реально никого не убило. По словам очевидцев, причиной падения техники мог стать просевший грунт. Кстати, за месяц в Барнауле это уже третье падение крана. Так, недавно кран упал в Октябрьском районе после ураганного ветра. Чудом никто не пострадал. Еще одно кранопадение произошло на Пролетарской, 22. Там строительный кран упал на территорию частного сектора. К счастью, обошлось без жертв. А вот на станции Бешенцево в Первомайском районе на днях открыли новое здание для пассажиров железнодорожного транспорта. Оно уникально тем, что это первое в крае здание модульного типа на железной дороге. Как все это выглядит, расскажем и покажем в следующем сюжете. Мы привыкли, что мы все делаем в агломерации. А сегодня мы сделали специально вот такое внимание, уделили именно сельчанам и именно в Алтайском крае. Подальше от агломерации, чтобы людям сделать тоже доброе дело. Это такой же пассажир, они также платят деньги за проезд. Этого момента жители села Логовское ждали два года. Именно столько на станции Бешенцево шло строительство пассажирского здания модульного типа. Кстати, первого в Алтайском крае. Наш новый вокзал на станции Бешенцево является пилотным. На сегодняшний день он первый и единственный, который внесен в единый реестр типового проектирования Министерства строительства Российской Федерации. Этот проект на сегодняшний день мы можем применить на любом объекте Российской Федерации. То есть проектировать дополнительно уже не нужно. Позаботились и о пассажирах с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, здание оснащено системой «Умный город». Это значит, что в помещении поддерживается микроклимат в зависимости от времени года. Автоматически регулируется свет и не только. Есть вот такая штучка. Затеменили, открыли. Смарт-стекло. Смарт-кленка, кассир на обед ушла, закрылась, все, ничего не видно. Перед открытием здания в Логовском за счет краевого бюджета отремонтировали дорогу, которая ведет к вокзалу, и главную дорогу, которая проходит через все село. Жители Логовского уже оценили и территорию вокруг новой станции. Ведь теперь в Логовском появился мини-парк. Такая территория, все облагорожено вообще. Очень красиво. Я думаю, что будет уютно нам, конечно. Мы очень ждали этого события. Туда заходишь, условия созданы. Ну, таких условий, я не побоюсь сказать, что, наверное, даже в больших городах-то не везде. А вот повезло малому селу. Для РЖД новый объект обошелся в 227 миллионов рублей. У нас хорошая традиция уже вместе с руководством дороги постоянно открывать новые объекты ежегодно. Все это очень сильно способствует, конечно же, развитию, социально-экономическому развитию, развитию Алтайского края. А в целом вложение компании в развитие Алтайской железной дороги в этом году около 8 миллиардов рублей. За последние три года в крае также отремонтировали фасады двух вокзалов, обустроили 12 пассажирских платформ и 8 станций. Если взять подвижной состав, который сегодня курсирует в Алтайском крае, это один из самых молодых подвижных составов. Средний возраст вагонов локомотивной тяги, которые курсируют по территории Алтайского края, не превышает трех лет. Если взять электропоезда, средний возраст чуть выше шести лет. И в этом году мы еще тремя составами пополним пул поездов пригородного сообщения в Алтайском крае. Этими и другими удобствами сегодня пользуется огромное число жителей региона. Пассажиропоток железнодорожного транспорта по итогам прошлого года в крае более 8 миллионов человек. Ирина Корчагина. День с толком. На неделе стало известно, что капитальный ремонт ждет Чуйский тракт. Упор Дуралтай готов заплатить более 30 миллионов рублей за подготовку документации к ремонту и выполнению инженерных изысканий. Это данные сайта госзакупок. Согласно документам, которые появились в интернете 16 августа, подрядчику предстоит обследовать трассу Новосибирск-Барнаул-Горноалтайск к границе с Монголией, подъезд к Телецкому озеру. Задача будущего подрядчика к 8 октября 1926 года представить документы, где будут даны заключения по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме зданий культурного наследия. Итоги аукциона подведут 20 сентября. Напомним, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил федеральному Минтрансу обеспечить реконструкцию Чуйского тракта с обходами сел Саузга и Монжирок. Строительство дороги на Белокуриху в обход Бийска одобрили в Москве. Проект успешно прошел экспертизу. Изначально стоимость оценивалась почти в 2 миллиона рублей. Но, вероятно, ее еще придется корректировать, а также искать источник финансирования. Предполагается, что дорожный обход снизит число пробок, особенно в пик туристического сезона. Дорогу планируют проложить от 19-го километра федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт до 7-го километра дороги Бийск-Белокуриха. Предварительно построят две развязки, шесть водопропускных труб, установят фонари. Ширина проезжей части составит 7 метров. Трасса не будет скоростной. Ограничение скорости установили в пределах 80 километров в час. По предварительным данным, на строительство обхода уйдет полтора года. Удастся ли сдержать темпы инфляции в стране и в частности в нашем регионе – вопрос, который сегодня волнует многих. На неделе эксперты Центробанка отметили, что уровень инфляции достиг 9,9%. В крае, при том, что еще в июне он составлял лишь 9%. О причинах резкого разгона, а также о прогнозах на конец 2024 и 2025 год, по мнению специалистов Центробанка, расскажем в нашем сюжете. Ни для кого не секрет. Цены на продукты и товары, а также всевозможные услуги повышаются с безумной скоростью. С 1000 рублей в магазине затариться удастся хорошо, но если только на день. Летом в Алтайском крае инфляционные процессы ускорились значительно. Эксперты отмечают, что июльская инфляция существенно превысила июньскую. Разогналась с 9 почти до 10%. И объясняют причины такого скачка. Основные причины – это индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг с 1 июля, а также повышенный потребительский спрос на отдельные услуги. В связи с ростом популярности внутреннего туризма ускорился годовой темп роста цен на авиабилеты. Да и в целом, утверждают эксперты, экономика сейчас находится в перегретом состоянии. На рынке труда сохраняется дефицит кадров, чтобы их привлечь поднимают заработные платы. При этом потребительский спрос на отдельные товары и услуги остается высокий. Предприятия не успевают за спросом, поэтому вынуждены повышать цены на свою продукцию, а это по итогу выливается в ускорение инфляции. Центробанк в этом году уже не один раз повышал ключевую ставку, утверждая, что только так инфляционные процессы можно замедлить. Я могу сказать, что ключевая ставка останется на высоком уровне довольно продолжительное время. Это требуется для того, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Если потребуется, не исключено еще повышение ключевой ставки в этом году. Это значит, что ставки по кредитам для населения тоже снова увеличатся, и желание брать что-то в кредит у людей уменьшится. А это и ведет к снижению инфляции. По крайней мере, так говорят эксперты Центробанка. По их прогнозам, к концу 2024 года инфляция по России в целом должна упасть до 6,5-7%, а в 2025 в интервале от 4 до 4,5%. Как говорится, поживем, увидим. Татьяна Голубева, День Столка. К другим темам. Мобильный онкологический патруль колесит по Алтайскому краю. Бригада квалифицированных врачей сначала обследовала жителей Камня-Наоби, а на днях побывала в Заринске. Как часто во время профилактических выездов специалисты подозревают злокачественные новообразования у людей, какие органы подвержены раку больше всего, и насколько выше шансы излечиться и полноценно жить у больных, которым выявили патологию на ранней стадии, ответы в сюжете. Онкологический патруль из краевого онкодиспансера «Надежда» в Заринске ждали. В местной поликлинике заранее составили список пациентов, которым необходимо обследование. Но сначала первичный прием, после УЗИ, а затем осмотр и консультация узкими специалистами. Каждому врачу, урологу, мамологу, онкологу общего профиля и узкого очередь в несколько десятков человек. В общем, потоки, говорят врачи, чаще всего выявляют подозрения на рак легких, кишечника, кожи и молочных желез. Прирост больных есть и по поджелудочной. Отчасти это связано с уровнем диагностики, с возможностью выявления злокачественных новообразований за счет оснащения большим количеством как ультразвуковых аппаратов, самый простой метод, так и аппаратов компьютерных томографов. Ряд специалистов отмечает также рост заболеваемости щитовидной железы. Результаты современных исследований говорят о том, что в этом органе перерождение клеток происходит не только из-за повышенного радиоактивного фона и йода-дефицита, но и из-за неблагоприятной экологической обстановки. Новые причины появились и у рака головного мозга. По головному мозгу считается, что это наши телефоны, компьютеры, излучение. Если раньше, как коллеги рассказывают, было мало пациентов, в основном возрастные, то сейчас очень много молодых. По статистике выездного онкопатруля, в каждой сотне первичных пациентов онкологию подозревают в среднем у 13-15 человек. Последних сразу направляют в Краевой онкоцентр Надежда. Там их наблюдают и позже консилиум определяет методы лечения больного. Конечно, для этого нужно сдать немало анализов. Многие вынуждены проходить их в частных клиниках, так как очереди в государственной порой длятся неделями. Вот хорошо, если бы в Надежду приехать, там бы все тебе сделали. И Т3, и Т4, и Теоглобулин, и ТТГ, и УЗИ бы сделали, и там и функцию, если надо. А то как-то получается, здесь неправильно обследуешься, и там неправильно судят. И поэтому у меня уже сейчас аритмия началась. Мобильный онкопатруль выезжает в муниципалитеты края каждые три месяца. Во время выездов высококвалифицированные врачи обучают средний персонал районных медучреждений, как правильно проводить осмотры при подозрении на онкологию. Но главное – профилактический проект направлен на снижение смертности населения, благодаря выявлению патологии на ранних стадиях. Так при опухолях первой и второй стадии добиться ремиссии. Сохранить качество жизни, говорят врачи, удается в 80% случаев. Валентина Аскерова, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Тест системы на готове. Эксперты на днях рассказали, как будут выявлять оспу обезьян в Алтайском крае, если инфекция дойдет до нашего региона. Напомним, в середине августа глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян. Насколько болезнь серьезна и какие у нее пути распространения? Об этом расскажем в нашем сюжете. Несколько лет коронавируса и вот новая инфекция – оспа обезьян. Хотя не такая уж она и новая. Впервые у человека выявили эту болезнь еще в 70-м году прошлого века в Конго. С тех пор периодические вспышки возникают в разных странах. 14 августа глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы приматов. Почему просто активнее стал, мы можем с вами сказать, начиная с 80-го года отменена вакцинация против оспы натуральной. А вирус оспы обезьян по своей антигенной структуре очень похож на вирус натуральной оспы. Поэтому, когда отменили вакцинацию в мире от натуральной оспы, поэтому и начали регистрировать случаи уже оспы обезьян непосредственно. То есть до этого та прививка, она в принципе не помогла? На 85% прививка против натуральной оспы, она эффективна и против оспы обезьян. Сегодня болезнь распространена в основном в африканских странах. Оспы обезьян протекают в острой форме, с лихорадкой, увеличенными лимфоузлами, пораженными слизистыми и характерными папулами. Бывают и летальные случаи, но эксперты считают, что даже такое редкое заболевание не повторит ситуацию с коронавирусом. Если мы будем сравнивать с ковидом, с гриппом, она гораздо менее опасная, то есть не настолько она контагиозно передается. И если мы говорим о путях передачи, в частности, чаще всего это контактный путь передачи, непосредственно если общение с тем же, с грызуном, либо с обезьяной идет тесный контакт через кожу, через слизистые. И все же в регионе к вспышке Оспы относятся серьезно. В Алтайском крае заблаговеременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления данной инфекции. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе и среди пребывающих. Кроме того, в Алтайском крае при необходимости готовы выявлять оспу обезьян с помощью тест-систем, которые были разработаны Роспотребнадзором. Вероятность того, что эти тесты пригодятся, мала, но она есть. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Пауки-каракурты, богомолы-насекомые и паукообразные южных широт стали все чаще встречаться на территории Алтайского края. Впрочем, как и растения, которые раньше в нашей климатической зоне не приживались. Биологи и зоологи говорят, виной тому потепление климата. Зимы становятся мягче, летом местами настоящий зной. Климатологи прогнозы на глобальное потепление давали еще 30 лет назад. И теперь они сбываются. Чем грозит изменение климата нашему региону? Не превратится ли Алтай в тропики? И о прогнозах экспертов на ближайшие 10 лет в специальном репортаже Татьяны Голубевой. Один раз у нас в Черыше поймали крокодила. Был пойман человек, который разделывал эту тушу крокодилу, потому что в октябре он впал в анабиоз и плыл, соответственно, по реке. А он думает, ну бревно, как бы, да, вот с его слов. А оказалось, что это крокодил. Нет, до такой степени климат на Алтае не изменился. Да и по прогнозам экспертов не изменится, по крайней мере, в этом столетии. Появление рептилий в нашей реке – дело рук человека. Крокодила, рассказывает Татьяна, кто-то держал дома, а потом выпустил в реку, где он и погиб. Все-таки не тропические у нас речушки. Та же история с пираниями, которых несколько лет назад поймали в Аби. А вот пауки-каракурты и богомолы все чаще попадают на фото и видеокадры наших земляков. По словам зоологов, непривычно, но вполне объяснимо. К нам приходят животные, которые раньше жили, допустим, в Казахстане. То есть, скорее всего, здесь только об изменении климата речи не идет. Здесь идет речь об опустыневании территорий, о более теплых зимах, возможно. О большей приспособленности, что ли, большей приспособленности животных к данным условиям. Поэтому, да, ареал действительно расширяется. И у нас встречаются те виды, которых ранее на территории Алтайского края не было. Аномальная погода, а такая в Сибири и на Алтае встречается все чаще, уже закономерность, утверждают климатологи, по-другому не будет. Перепады погоды характерны для меняющегося климата и в перспективе только усилятся. Это мнение климатолога Томского университета Сергея Кирпотина. Именно поэтому аномальная жара чаще всего заканчивается залповыми ливнями, из-за которых тот же Барнаул на время превращается в Венецию, или ураганом, ломающим деревья и сносящим крыши домов. Уже вот то, что происходит, оно укладывается в схему, предложенную и российскими климатологами, ну и в целом на мировом масштабе, что да, это последствия глобального потепления. Но оно не является вот строго так, что каждый год на определенную величину все время увеличивается, увеличивается, да, это идет циклически. То есть периоды выделяются повышенного увлажнения и, наоборот, сокращенного, температуры более высокие, наоборот, более низкие. Вот вспомните на эту зиму, там ведь были очень холодные периоды, когда достаточно такие низкие температуры наблюдались. Мы тоже про это предупредили, что пока идет, вот, видимо, переход к следующему периоду, и такая вот катастрофичность была уже определена учеными. Климатологи еще пять лет назад говорили, Сибирь – самая горячая точка на планете в плане потепления. Сибирская Арксика теплеет в четыре раза быстрее, чем другие регионы. Климат становится все более неустойчивым. В Горном Алтае наиболее ярким последствием климатических изменений является уменьшение площади ледников. За период инструментальных наблюдений малые ледники потеряли 20-40% своей площади, некоторые исчезли, а крупные – от 8 до 20%. Пауки и насекомые южных широт еще полбеды, хотя именно по этой причине уничтожающего растения колорадского жука становится все больше. Есть и сами растения, а именно сорняки, которые эксперты относят к карантинным. Из-за изменения климата они стали хорошо приживаться в Алтайском крае, тем самым захватывая территории и мешая развиваться полезным культурам. «Хочется обратить внимание на амброзию полуаналистную. То есть это прям такой яркий представитель из мира растений. На сегодняшний день очень и очень широко представленная, распространенная на территории Российской Федерации. Но до последнего момента это был преимущественно юг. В последнее время мы отмечаем ее наличие и у нас. Следует отметить также горчак ползучий, тоже карантинный вид. Вот этот как раз уже по сравнению с амброзией, наверное, более опасный в плане того, что он корнеотпусковый. И в случае, если он появляется на поле, при неграмотной организации этих агротехнических истребительных мероприятий происходит его растаскивание. Это вот как раз южное растение, и вот оно продвигается к нам сюда на север. Ну, я имею в виду, да, все-таки мы в Казахстане, севернее находимся. То есть родина у него в Казахстане. По мнению ученых, вернусь к амброзии, то есть там составляются такие карты прогнозные по потенциальному ареалу распространения по территории Российской Федерации. 20 лет назад было одно видение по этой как раз полонолистной амброзии. На сегодняшний день существенно на север подвинулась самая потенциальная граница ее возможного, ну, мало того, распространения, еще и акклиматизации, внедрения именно в растительные сообщества. Также двигаются из южных широт не карантинные, но тоже вредоносные растения, такие как золотарник или лесохвост и циклохен дурнишниколистный. Пыльца последнего, как у и амброзии, очень большой аллерген. В связи с потеплением климата специалисты вынуждены придумывать все новые способы борьбы с южными сорняками. Климатолог Наталья Харламова отмечает, все сельскохозяйственные ведомства сейчас должны быть готовы как к наводнениям, так и к засухе. По ее словам, из-за климатических аномалий в регионе неизбежно изменений и подходов к выбору сортов сельскохозяйственных культур и уходу за ними. У нас может быть летом плюс 40, зимой может быть минус 40, соответственно 80 градусов, не каждая вытерпит и поэтому гибнут. То есть пока зима теплая или лето не жаркое, растения существуют, да, потом раз и погибают. То же самое и с животными. То есть если оно может вот в таких вот экстремальных условиях обитать, да, есть шанс, что это станет нашим постоянным видом. Чтобы глобальное потепление не привело к катастрофам, ученым, экономистам, энергетикам, аграриям, нужно работать вместе. В одном направлении, уверена климатолог Наталья Харламова. Даже меня вот удивляет масштаб этого года. Вот то количество остатков. Это не сказки. То есть это подтверждение того, что все работает, все эти выявленные тренды. Действительность, она даже превосходит все наши прогнозы. Правда, высказывания о том, что в наших широтах в перспективе можно будет выращивать апельсины и бананы, а также ходить круглый год в майках и шортах, как в Майами, все наши эксперты опровергли. Температура точно не повышается в год на 4 или 5 градусов. За полвека она выросла всего на 2-3 градуса. Опровергли и тот факт, что из-за таяния ледников могут появиться вирусы, погибшие тысячи лет назад. Чтобы с изменением климата было комфортнее людям, необходимо большее число зеленых зон, скверов и парков, считают эксперты. А вот то, с чем все без исключения солидарны. Глобальное потепление, как бы оно ни проявлялось, продолжится. И главная задача сегодня – суметь к нему адаптироваться. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, Андрей Печоркин. День с толком. Курс ускоренной подготовки по уничтожению беспилотников и дронов «Камикадзе» провели в Барнауле для добровольцев, направляемых в зону СВО. Возможно ли обезвредить с одного выстрела беспилотное воздушное судно, знает моя коллега Мария Костылева. Она побывала на учениях Центра специальной подготовки и военно-патриотического воспитания. Сегодня на полигоне собрались 10 бойцов. Кто-то вернулся со спецоперации и сейчас в отпуске, кто-то уже на следующей неделе отправится в зону СВО. Сейчас у нас два бойца, которые конкретно собираются ехать на спецзадания. И у нас сейчас с ними первые занятия. В данный момент у нас очень много поражающих этих моментов наших бойцов. Просто даже не знаешь, как это назвать. Именно от вот этих всех БПЛА. Поэтому сейчас, как никогда, нам необходимо вспоминать старое, как сказать, доброе. Самая эффектная борьба с беспилотниками – уничтожение. И здесь этому учат. Однако вместо БПЛА более маленькая и быстрая мишень. То есть, если он их будет попадать, то однозначно ни один дрон не уйдет. И, как правило, изучат все направления и как работают дроны. Они все атакуют, получается, не сверху вниз пикируя, а именно как на тебя летят. То есть, у него перемещение минимальное. Один точный выстрел может поразить летящий беспилотник. Психологический фактор очень важен. Пугаться и паниковать нельзя. Защитить не только личный состав, но и военную технику от угроз летающих птичек должен уметь каждый боец. Детельные аппараты, как дрон. Главное – не высовываться сильно и быть скрытным. Это самое главное. И в любой момент сделать движение, упасть и спрятаться. А дальше работать. Благодаря таким ребятам, как представлены здесь на полигоне, к нам приезжают уже подготовленные бойцы. Сегодня бойцы практиковали свои навыки на трех площадках полигона. Сбитых дронов-разведчиков, которые летели с разных направлений, немало. Обычно ускоренный боевой курс подготовки проходит от одной до трех недель. Все зависит от навыков и желания стрелка. А подобные занятия теперь будут проводить регулярно. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Делегация из Индии на неделе посетила наш регион. Иностранные гости приехали по программе народов БРИКС для подписания нескольких соглашений о сотрудничестве. Одно из них предполагает международный обмен учащимися. Так барнаульские школьники смогут поехать в Индию уже в следующем году. Но помимо сугубо рабочих моментов, визит иностранца включал в себя и культурную часть, посвященную известному художнику и мыслителю Рериху. А после гости рассказали о том, насколько сильно в их стране почитают известного мыслителя. Честно говоря, мы считаем его свой человек, потому что тот след, который он оставлял в Индии, она до сих пор жив, она будет жить. Она вот эту доброту, которую он носил с собой в Индии и оттуда сюда, и для нас очень ценное его учение. Основное его учение носилось в мирный характер. Она как-то совпадала с нашим отцом нации Ганди, и он это вырос в своих работах, картинах. Если изучать его горы гималайские, основные картины основаны на гималайских горах. И она носила такой мирный характер. В Индии есть несколько школ, которые изучают русский язык. Там его углубленно изучают. А в общественных школах он проходит его как один из факторов русский художник, который шел в Индии и носителем месседж мира. В Барнауле начались активные строительные работы на месте храма в грузинском стиле. Это будет первый подобный храм в Алтайском крае, символизирующий братство двух народов – России и Грузии. Так что картвеллы, именно так себя называют грузины, скоро смогут услышать в новом храме молитву на родном языке. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Крест равнопосланной Нины, которая сложила виноградную лозу в форме креста. И с этим крестом пришла она проповедь на земли Святой Грузии. Небольшая передвижная часовня с частичкой Грузии. Уже два года каждую субботу здесь, на улице Советской армии 68, проходят службы. Именно здесь началось строительство храма в грузинском стиле. Отец Анатолий – идейный вдохновитель всей этой истории. Батюшка так вдохновился поездкой в Грузию, что даже начал учить грузинский язык и вести на нем службу. Запрос есть. В Алтайском крае проживает около тысячи грузин. И совсем скоро их и других православных объединит одно место. Сейчас здесь пока вырод котлован. Но в будущем появится храм в грузинском стиле. Он будет двухуровневый. Нижний в честь Серафима Саровского, верхний в честь Гаврила Сантоврийского. Как символ братства двух народов – России и Грузии. И это будет целый комплекс. Здание воскресной школы с этнографическим музеем. Здесь же будут проводить мастер-классы по приготовлению русских и грузинских блюд. На объекте в начале августа начались активные строительные работы. Следующий этап – заливка фундамента. Было действительно переживательно. Так перед началом, когда должна была заехать техника пару ночей, действительно не спалось, просыпаешься ночью, помолишься, думаешь, Господи, по-моему, благословишь, чтобы все, чтобы погода была. Ну, слава Богу, все продвигается. Разработкой эскизного проекта занимался барнаульский архитектор Андрей Таджанов. Перед его командой стояла непростая задача – адаптировать здание под наши условия, при этом сохранив грузинский колорит. Исторически грузинские храмы, они просто из других материалов, в другой местности и в других сейсмических условиях строились. Поэтому там немножко другая типология. А здесь мы адаптировали все это к нашему региону. А над разработкой рабочего проекта трудилась мастерская Петра Анисифорова. В его портфолио немало храмов. Один из них – первый и пока единственный православный храм в Антарктиде. Чтобы построить здание, нужно связать больше 40 профессий. Выглядеть будет торжественно. Самое главное, что район Осипенко, район Червемушек, я думаю, просто они в своем жизненном статусе получат возрушение. Инициативная группа надеется до зимы оселить сокольный этаж. Темпы строительства зависят от сбора средств. Храм строится на пожертвования. Пока собрано около 3 миллионов рублей. А всего необходимо порядка 80. Кто-то помогает строительными материалами. Один из порноульских храмов пожертвовал 5 колоколов. Но очевидно, что очень нужна и финансовая помощь. И потом это где-то обязательно зачтется. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой запомнится эта неделя глазами корреспондентов нашей программы. А мне остается напомнить телефон нашей редакции 205-545 и пожелать вам отличной наступающей недели. Через несколько секунд о погоде. До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...